Сегодня мы с вами изучим интерьеры, где есть окно с балконной дверью. Такое нестандартное окно может находиться в любой из жилых комнат. Это может быть и детская комната, и спальня, и гостиная, и кухня. И есть свои нюансы при выборе модели штор для той либо иной комнаты. Сегодня я вам прокомментирую несколько дизайнов штор. И как дизайнер дам пару рекомендаций, на что стоит обратить внимание, когда вы выбираете шторы для такого окна, для окна с балконной дверью. Безусловно, важно правильно продумать модель штор для окна с балконной дверью еще на самом первом этапе выбора и покупки штор. Балконная дверь – это аналог внутриквартирной входной двери. Для окна с такой дверью, будь она расположена по центру окна, или слева, либо справа от него, нужно выбирать шторы, учитывая, что они будут выполнять не только декоративную функцию, а дополнительно еще изоляционную и защитную. Ведь у многих из вас балкон служит местом, где хранятся много хозяйственных вещей, которые нужно немного прикрыть именно шторами. Но так как балкон скрадывает часть дневного света, какой бы он у вас ни был большой по размеру, то ткани для штор нужно выбирать, учитывая и этот момент. Гордина должна максимально хорошо пропускать дневной свет. И это условие важно для любой из комнат, будь то спальня, гостиная, кухня, либо детская комната. О подборе нужного цвета и модели штор для окна с балконом в каждую из этих комнат по отдельности мы поговорим в иных видео. В каждом случае есть определенные нюансы выбора. Есть разные виды штор, и об этом более подробно также можете посмотреть в моем видео, ссылку оставлю в описании. Кстати, рецепты вкусных и быстрых в приготовлении блюд вы можете найти на моем втором канале Кулинар. Переходите, подписывайтесь. А сегодня рассмотрим 5 видов штор для окна с балконом. Для окна с балконом можно плотные шторы в пол заменить современным вариантом жалюзи, горизонтальными, либо вертикальными. Если стеновые проемы слева и справа от окна у вас широкие, то можно смело приобретать вертикальные жалюзи, которые можно открыть в любом направлении, влево, либо вправо. Здесь вне зависимости от расположения балконной двери. А если же стеновые проемы у вас отсутствуют, и дверь находится в самом углу стены, где расположено окно, при широком стеновом проеме вверху над окном, где-то от 30 сантиметров и более, приобретайте тогда горизонтальные жалюзи, которые легко поднимаются снизу вверх. Рулонные шторы и римские шторы, которые также поднимаются вверх при помощи цепочки, можно крепить не только вверху над окном, но и непосредственно на саму оконную, либо дверную раму. Такой способ крепления один из самых удобных в данном случае. При помощи таких штор, как жалюзи, рулонные, римские, хорошо регулировать поток дневного света. Можно приподнимать шторы наполовину, либо опускать полностью по окну. Для детской комнаты и спальни это очень удобный вид штор. Их можно использовать при оформлении окна с балконной дверью как самостоятельно, так и в комплексе с плотными шторами по бокам, либо легкой гординой. Как ухаживать за подъемными шторами, жалюзи, римскими, рулонными, смотрите мои следующие видео. Рассмотрим с вами еще несколько видов штор для окна с балконной дверью. Сегодня рассмотрим тюль как разновидность штор. Это очень легкая штора, при этом не очень тонкая. Скорее, я бы сказала, средней плотности гординное полотно. Такая легкая штора должна в данном случае, если вы ее выбираете для окна с выходом на балкон, немного закрывать обзор через стекло, если на балконе хранятся бытовые вещи. Я об этом говорила чуть выше. При необходимости можно присборить ее на декоративные подхваты. Слишком тонкие ткани для такого варианта не берите. Как выбрать, кстати, магниты, как задекорировать красиво окно, тоже смотрите мое видео, ссылку вам оставлю в описании. В видео рассказываю подробно, как можно это сделать. При наличии настенного карниза, трубы, тюль можно поставить на люверсы. Даже если гордина у вас сшита в одно целое полотно на всю длину карниза, такую модель штор легко перемещать по трубе, если нужно открыть дверь, выйти на балкон. На шторных лентах легкая гордина, она же штора, смотрится не менее красиво, сохраняя вертикальные складки. Если же балконная дверь у вас находится ближе к середине окна, я, как правило, своим заказчикам предлагаю изготовить гордину в два самостоятельных полотна. Например, если вы ее сошьете на одну ленту и только лишь сделаете разрез, то этот вариант уже будет менее практичен для окна с выходом на балкон. Так как верхний край двери все равно будет цеплять тюль и затяжки здесь иногда как бы не исключить. А в первом варианте часть полотна можно при открытии балконной двери полностью сместить по карнизу вправо, либо влево, если у вас будет гордина на две самостоятельные половинки сшита. Длину штор, кстати, для таких окон лучше делать, рекомендую, на один сантиметр выше от пола. Таким образом, шторы не будут путаться под ногами и будет очень удобно перемещать, опять же, их по карнизу. Третий вид штор для окна с балконной дверью, который я вам хочу предложить, это нитяные шторы. Такие шторы востребованы не только на зонирование помещений, но и для оформления окна. Они сегодня очень востребованы. Удобны такие шторы тем, что они как бы расходятся в сторону сами при открытии балконной двери. Они не путаются между собой, если, конечно, эти шторы-нити без декоративных стеклярусов. Нитяные шторы с разными камешками, стеклярусами не рекомендую для окна с балконной дверью. Приобретайте лучше однотонные и простые. Как, кстати, их выбрать, какие они бывают, также смотрите мой плейлист, ссылку вам оставлю в описании. Привычные и классические шторы, портрееры длиной в пол хорошо подойдут для совмещенных лоджий или квартир-студий. Это еще один вид штор, который я вам предлагаю для данного вида окна. Для стандартных типовых квартир, небольших по метражам, такие шторы тоже выбирают, но при отсутствии стеновых проемов слева и справа плотные шторы будут, конечно, скрадывать часть дневного света. Их тогда лучше собирать на разные подхваты, кисти декорировать. Но учитывайте тот момент, что за каждым вашим новым выходом на балкон вам придется поправлять эти фалды, складки задекорированных штор. Поэтому учитывайте, выбирая такую модель при узких стеновых проемах слева и справа. Если же стеновые проемы у вас от 30 сантиметров и больше, то плотные прямые шторы в комплекте с гардиной можно изготовить, в принципе, для такого окна. В квартирах и студиях прямые комплекты штор смотрятся современно. Их даже можно положить немножко, несколько сантиметров на пол. Такой дизайн штор смотрится в просторных комнатах очень интересно. А также оригинально и современно на таких окнах смотрятся песочные часы. Такая модель штор относится к шторам кафе. Крепятся песочные часы на специальных карнизах, которые укрепляются подверным либо оконным рамам. Я же в своей работе использую вместо специальных карнизов иногда ленту велкро, что позволяет моим клиентам часто сэкономить определенную сумму денег. Такой способ крепления штор в виде песочных часов не менее удобен, чем дорогие специальные карнизы для них. Возьмите на заметку. Данную тему невозможно вместить в одно видео, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы быть первым, кто узнает, как сделать свой интерьер еще уютнее при помощи текстиля. А сейчас мы переходим с вами к изучению окна с балконной дверью в спальне. Плотные шторы, чтобы закрывать окно, на ночь нужны для спальни. Для зала и кухни, например, иногда плотные шторы в принципе вообще не нужны. Все зависит от высоты от вашей квартиры, от расположения окон относительно сторон, от освещенности, ну и много других факторов. Поэтому, что касается окна в спальне, то здесь, конечно, подойдут следующие комбинации сочетания видов штор. И я вам их перечисляю. Первый вариант это будет римская в сочетании с гординой или плотной шторой. Дальше рулонные шторы и гордина. Далее нитяные шторы и плотные шторы могут совмещаться между собой. Это третий вариант я вам предлагаю. И рассмотрите такой вариант, как при наличии стеновых проемов можно также сочетать гордину и плотные шторы, если это не будет скрадывать часть дневного света. Ну, либо при отсутствии стеновых проемов плотные шторы лучше тогда декорировать на подхваты. Жду от вас вопросов, если таковые есть, обязательно буду отвечать. Не забывайте ставить лайк, если информация была для вас полезной. До новых встреч! С вами была я, Ксения. Полезные ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok